Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать в новое видео! Хм, подожди-ка, Илон Маск звонит. Да-да, Шиба в огне, 150% за неделю. Ну да, с января выросла на 40 миллионов процентов. Друг, надо было Шибу брать, а не эти догекоины. Многое случилось с тех пор, как я опубликовал это видео, в котором признал, что был неправ насчет Шиба Ино. Не каждый публичный человек способен признавать свои ошибки, и, понимая, какой хейт в мою сторону польется, я все равно это сделал. Но сегодня все больше людей зарабатывают деньги на Шиба Ино, и как результат все больше людей думают над тем, чтобы инвестировать в нее свои деньги. Даже одна моя подруга вложила в нее 2000 рублей. Во второй части этого видео будет важнейшая информация для тех, кто сейчас думает, инвестировать в Шиба Ино или нет. За последние 10 дней Шиба прибавила весе еще 40 тысяч холдеров. Давай соберем все факты и недавние новости, чтобы ты четко понимал будущее этой самой свежей и самой великой собакомонеты, которой она была изначально, но которая перестает быть с ростом способов ее использования и экосистемы. Прежде чем продолжить, я настоятельно рекомендую тебе посмотреть это видео по ссылке в описании. Оно необходимо для понимания некоторых моментов, которые мы рассмотрим в этом выпуске. Напомню только то, что половина предложения Шиба Ино после запуска оказалась во владении Виталика Бутерина, который в итоге сжег 90% этих монет, а остальные отдал на благотворительность. Забавно, если бы он этого не сделал, сейчас у него было бы около 25 миллиардов долларов, а значит он попал бы в топ-30 богатейших людей планеты, если он вообще человек. Еще один не очень забавный факт, если бы ты инвестировал все 1500 долларов в Шиба Ино 11 месяцев назад, сегодня ты бы стал миллиардером. Миллиардер за 11 месяцев. А я-то думал, что мои 100% это хороший результат. Казалось, что история с Шибой немного успокоилась, когда ее курс немного гулял в коридоре на протяжении двух недель. Но Шиба сказала «нет, мне этого мало» и вдохновила криптосообщество на создание этого мема. И это на фоне того, что Илон Маск сказал, что не держит Шиба Ино. Просто представь себе, что случилось бы с биткоином, если бы Илон сказал, что ни он, ни Тесла больше им не владеют. Мы увидели бы огромную красную свечу и море крови. Но Шибе все равно, она просто ползет вверх. Давай пройдемся по некоторым событиям, которые будут тебе интересны, если тебе интересна Шиба или если ты ее холдер. Первое. Кандидат в Сенат США Шеннон Брей, достаточно известный политик в США, признался публично, что он большой фанат Шиба Ино. 27 сентября он сказал, что эта криптовалюта не похожа на другие. Как ты не видишь этого? Ты можешь присоединиться, просто купи немного Шиба Ино. Кандидат в Сенат США призывает в Твиттере покупать Шиба Ино. Даже я этого не делаю. Он даже поменял фон у себя на странице на логотип Шиба Ино сигарой в зубах. Затем Эфириум Кит купил Шиба на 11,5 миллионов долларов. Пока я записывал это видео, эта покупка выросла еще на 4 миллиона долларов. Неплохой такой доход за один день, не правда ли? Вот, кстати, детали этой транзакции. Я покопал немного глубже, чтобы найти кошелек этого Эфириум Кита. И вот он. Его портфолио насчитывает разную криптовалюту на сумму почти 26 миллионов долларов. Интересно, что сейчас этот Эфириум Кит холдит больше Шибы, чем Эфириума. Также интересно, что этот же Кит холдит Энджин Коин на сумму в 1 миллион долларов. Одобряю, игровые токены – это будущее. В поисках еще чего-нибудь интересного в поле моего зрения попала статья о том, что Dogecoin стал первой криптовалютой в Гугле по поисковым запросам в США за прошлый месяц. Однако, если сравнить его мировые запросы с мировыми запросами Shiba Inu, мы видим, что Dogecoin значительно ей уступает, особенно в последние недели. Я не уверен, что их еще можно сравнивать. Dogecoin все еще остается шуточной криптовалютой, в то время как Shiba Inu стала чем-то большим. Например, у них уже есть децентрализованная биржа ShibaSwap, где можно стейкать токены, получая пассивный доход. Также, Shiba работает над собственным блокчейном Shibarium, на который перейдет после его запуска. Сейчас они работают на блокчейне Ethereum, а вот почему ShibaSwap очень похож на Uniswap. Shiba заявляет, что запустит свой собственный блокчейн под конец этого года. Кроме этого, они создают свой собственный стейблкоин Shiba Inu для экосистемы Shiba Inu, и даже платежную систему ShibaNet для того, чтобы бизнесы, магазины и рестораны могли принимать Shiba в качестве платежного средства. Является ли Shiba самой функциональной платформой в криптовалюте? Ну, конечно же, нет. Но сейчас мы наблюдаем четкую и понятную позицию – переход от чистейшей мемной криптовалюты к чему-то большему. И в моих глазах это заслуживает как минимум уважения, респект. Кто-то называет Shiba Inu конкурентом Ethereum, но об этом, как мне кажется, говорить еще рано. Может, спустя несколько лет так оно и будет, но не сейчас. Однако Shiba уже успела совершить невозможное. По торговым объемам за 24 часа она обогнала вторую по размеру криптовалюту Ethereum и не на какие-то там копейки, а на полтора миллиарда долларов. То, что казалось невозможным раньше, сегодня случилось. Это и привело Shiba к тому, что она стала 11-й крупнейшей криптовалютой, и до Dogecoin ей остается всего лишь две ступеньки. Для того, чтобы обогнать Dogecoin ей нужно вырасти на 87%. Не факт, что она это сделает в ближайшее время, но всякое может быть. Многие сейчас пытаются использовать графики, чтобы понять, что именно с ней случится в ближайшее время. Так, например, MaxMecher использует для этого индекс относительной силы, или RSI, который считается от 0 до 100. Если этот индекс ниже 30, значит актив перепродан. Если выше 70, значит перекуплен. Если он перекуплен, то, возможно, коррекция. Сейчас этот индекс выше 80, что, конечно, на верхней границе индикатора. И если сравнить цену Shiba Inu и RSI, то мы видим, что они хорошо коррелируются. Так что на это нужно обратить внимание, если ты хочешь купить Shiba Inu сейчас. Скорее всего, тебе лучше подождать коррекции, пока RSI не остынет. Идеально было бы покупать, когда он опустится до 30 или ниже. Также нужно учитывать человеческий фактор. Эта диаграмма показывает количество холдеров Shiba Inu, которые сейчас в плюсе. Почти все холдеры считают прибыль. На это можно смотреть по-разному. Например, все, кто сейчас в плюсе, начнут фиксировать прибыль. Очень важно осознать себя теми всеми инвесторами, что уже заработали кучу денег на Shiba Inu и до сих пор ее не продали. Они в любой момент могут очень сильно повлиять на ее цену. И это становится очевидным, если мы посмотрим на концентрацию монет, которые держат большие игроки Shiba Inu. Почти 81% предложения Shiba Inu принадлежат всего лишь сотне крупнейших кошельков. Однако эта статистика немного вводит в заблуждение, особенно то, как ее преподносят на других каналах. Во-первых, из этих 100 кошельков около 12 принадлежат биржам. Один из этих кошельков – это кошелек самого Shiba. И еще один кошелек содержит в себе те самые токены, которые сжег Виталик Бутерин. А это почти половина доступного предложения. Доступ к ним навсегда потерян. Поэтому мне стало интересно, какая же на самом деле статистика. И для этого мне пришлось пролистать кучу адресов, и моя голова от этого опухла. Однако я обнаружил, что 81 кошелек, не принадлежащий биржам, Shiba или Виталику Бутерину, держит 24% всего предложения Shiba Inu. Включая один крупнейший кошелек, который держит Shiba Inu на почти 4,5 миллиарда долларов. Огромнейшее количество. Кто-то говорит, что этот кошелек принадлежит Раёше, создателю Shiba. Хоть он и говорит, что владеет аж целым нулем токенов сегодня. К чему я веду? К тому, что ты должен следить за этими огромными китами Shiba Inu, которые держат свои токены уже, считай, год и заработали массивные прибыли. Мало ли, вдруг именно после твоей покупки они захотят сфиксировать свои прибыли. Такие распродажи с этих кошельков могут привести к большому падению цены на рынке. Ссылку на крупнейшие кошельки Shiba Inu я оставлю в описании под видео. На этом всё, ребята. Меня зовут Богатей Шиди. Надеюсь, видео было для тебя полезным. Если это так, не забудь поставить лайк. Под последними видео мы набираем 10-11 тысяч лайков. Это просто какое-то сумасшествие. И ты не представляешь, как меня это заводит. Я просто хочу делать видосы без остановки. Если бы мне не нужно было спать, я бы так и делал. Но, к сожалению, я тоже человек. Поэтому подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok